Декабрь в московском регионе выдался снежный, а после начались перепады температуры. Это вызвало образование ледяных наростов. Центральные улицы и тротуары сотрудники Дорсервиса очищать еще успевали. С межквартальными же дорогами так скоро ситуацию решить не удалось. Но и здесь на днях стала появляться техника. Сейчас масштабные работы ведутся в Расторгуеве. Понятно, что у нас большая территория. Это не как через черте города. Это один избирательный округ, это 5-6 домов и одна улица. Здесь очень вытянутая территория и нагрузка большая на нашу службу городскую, Дорсервис. Главное, чтобы жители были довольны. Какие-то вопросы острые, чтобы и власть, и службы были рядом. Не всегда получается тут же прийти и все убрать. По крайней мере, не отказывается никто. И через какое-то время все, порядок приводит. Сотрудники Дорсервиса уже в порядок привели более 30% межквартальных и придомовых территорий Ленинского городского округа. Привлекли дополнительную технику и рабочих. Во многом мы работаем по системе добродел, по жителям, поступающим напрямую в нашу организацию, по письмам, приходящим на электронную почту. Отрабатываем в первую очередь такие сложные участки, которые наиболее вызывают недосты жителей. Ну и в целом осуществляем плановую работу, прочищаем проезды, убираем снежные навалы, образовавшиеся. После удаления лед отвезут на специальный земельный участок. А со следующего года от снега и льда избавляться будут на собственном снегоплавильном комплексе. Мы построили снегоплавильный комплекс, который находится только в режиме наладки, то есть вывода на максимальную мощность, который мы планируем использовать максимально уже в следующий зимний период. Он принимает все, как снег, так и лед. Поэтому мы хотим полностью уйти от какого-то загрязнения территорий и полностью все пропускать через снегоплавильный комплекс с последующей очисткой всех этих вод. Работы по удалению наледи планируются завершить в ближайшее время. Для этого ежедневно на смену выходит порядка 45 единиц техники. Юлия Погасьян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова